Вопрос культуры, друзья! Собачий вопрос! Взять хотя бы тоже раздевание в театре. Михаил Зощенко. Прелести культуры. Совершенно согласна с предком, что это удумали тоже в театре, понимаешь, раздеваться. То ли дело важнейшее из искусств – кино. Пришел в кино в шубе, унтах, шапки, понимаешь, взял себе ведро попкорна, взял себе ведро лимонада и сиди себе, смотри, в фильму. А вот что делать с оставшимся попкорном после конца фильма, расскажу вам сегодня я. В эфире «Сладкие рассказы». И сегодня мы готовим тортик, посвященный важнейшему из искусств – кино. Итак, для тортика «Синема» нам понадобится попкорн сладкий – 50 грамм, тот, что вы принесли домой после киносеанса, шоколад – 200 грамм, творог – 250 грамм, 100 грамм йогурта, лимон – одна штучка, 10 грамм желатина, 35% сливки – 100 грамм и 70 грамм сахара. Ну что, друзья, глава первая. Пойдемте готовить. Первое, что нам сегодня надо будет сделать – это залить желатин и оставить его набухать, потому что это практически самый длительный процесс. Желатинка у нас 10 грамм. Сейчас нальем в какую-нибудь такую… А, вот сюда пойдет. Воды нам нужно, помните, как обычно пишут, в 10-15 раз больше, чем желатина. Поэтому 150-200 миллилитров воды заливаем спокойненько желатинку и куда-нибудь ее отставляем, чтобы забыть о ней на ближайшие 15-20 минут. Дальше. А дальше мы займемся включением моей волшебной плиты. Так. Ставим плиту на максимум и делаем нашу любимую водяную баню, на которой будем топить 200 грамм шоколада. Поэтому вот этот ковшичек я, пожалуй, маленький оставлю потом для желатинки. Сюда сейчас нальем водички для бани. Нет, не так. Не права. Не права я в этот раз. Матрешка. Вот сюда нальем воды и сюда поставим… Сюда будем крошить, потому что у нас 200 грамм шоколада. Это приличное количество. Шоколад крошим весь. Но нам нужно будет оставить, когда мы будем поливать шоколадом наш попкорн, нам нужно будет немножко оставить растопленного шоколада. Поэтому, если в этот момент пропустите в моей готовке, запомните его в голове сразу на будущее. Шоколадка нужна горькая. Не меньше 55% какао. В общем, это дело у нас нагревается. И про него мы тоже пока можем забыть. Ну, а теперь мы начинаем то, собственно, раньше все было затеяно. Мы начинаем клянчить попкорн. Друг мой, любезный, дай, пожалуйста. Ну, хватит, хватит есть. Давай сюда. Отдавай. О, да, попкорна у нас было значительно больше в начале программы, когда я его видела последний раз. Нам нужно 50 грамм, но взвесить попкорн задача непростая, потому что нам нужно не 50 грамм зерен, а 50 грамм готового продукта. Теперь можно сразу взять форму. Форма нам нужна 26 сантиметров. Можно, конечно, побольше, а вот меньше лучше не брать, потому что у вас, если форма будет диаметром меньше, слой коржа попкорна будет очень толстенький. Ну и вот теперь количество отмеряем сразу. Вот будет понятно по мере распределения по форме попкорна. Между прочим, это один из тех рецептов, который хорошо готовить с ребенком. Проверяем нашу баню, которая, собственно, авоз и ныне там, и начинаем готовить наш второй слой, так сказать, наполнитель. Потому что попкорн, я уже сказала, у нас будет выполнять роль коржа, а мы сейчас будем готовить то, что на корж обычно кладется, то есть заливку. Нам потребуется наш творог выложить в глубокую мисочку и смешать его с, как я говорила, на доске у нас написано, проверяем, со 100 граммами йогурта. Что касается творога, в данном рецепте, ввиду того, что у нас есть уже очень вредная вещь, такая, как попкорн, хотелось бы, ну, немножко хотя бы изобразить заботу о здоровье ближних и уменьшить количество наносимого им вреда. Я добавляю йогурт. Поэтому творожок мы берем с вами нежирный. Теперь берем, ну что, какой? Какой-то ты толстый. Послушай мужчину и сделай наоборот. Я возьму вот этот. У этого кожура, у этого толстая кожурка, он мне не нравится. Выжимаем сок лимона. А вы как думали, что там сок лимона написано? Что, готовы брать? Нет? Нет? Выжимаем сами. Только не забудьте лимончик помыть. А то вы так смотрите и думаете, что я так схватила и понеслась. Нет, мне хорошо. У меня есть волшебные домашние эльфы. У меня все мытое. Ну, на самом деле, я так усердствую по привычке собственной жадности. Есть лимон, раз выжимаем, надо выжать все до капли. Здесь это больше такой некий эффект условностей. И так уж стараться не надо. Вы, в принципе, можете не использовать даже ручную соковыжималку. А первый раз, когда я готовила этот рецепт и придумывала, собственно, его я, выжимала просто так, лапами. Это такая, то, что называется, нюанс, нотка, оттенок. Ладно. Теперь. Так, проверяем. Не забываем проверять нашу баню. Нет, там еще все. Тихо и спокойно. Выливаем сок лимончика. Перемешиваем. О, банька пошла булькать. Так, проверим нашу баньку и немножко помешаем. Вы, кстати, знаете, что если баньку шоколадную долго не мешать, она, в принципе, в том состоянии, в котором вы ее видели последний раз, может пребывать очень долго. Поэтому растопленный шоколад лучше перемешивать с нерастопленным, чтобы он быстрее топился. Уж простите за тавтологию. В одном предложении три раза сказать слово растопленный. Так, обозреваем, значит, наше поле. Творог мы смешали с йогуртом и лимончиком. Пока размешали. Подготовили форму с попкорном. Баня у нас в процессе. Там все идет как надо. Пока у нас есть две минутки, пока шоколад доходит до нужной консистенции жидкого шоколадного моря, мы взбиваем сливочки быстренько, пока они у нас еще холодненькие, потому что мы только-только достали их из холодильника. Я вот, пожалуй, одну ногу уберу. Полагаю, она будет здесь лишняя. Значит, сливочки мы, да, как всегда, сначала немного взбиваем. На не очень высокой скорости. Потом постепенно увеличиваем скорость. И плюс еще, как сейчас немножко схватятся, подозабьются, будем добавлять к ним сахар. Так, вот у нас пошло первое схватывание. И можно добавлять сахар. Я выключаю и не могу добавлять при помешивании. Хотя хорошо бы это делать, потому что у меня всего две руки. А если я буду взбивать и отпущу стакан, он сделает фееричное, красивое. Если у вас есть помощник или у вас взбивается это все ничуть по-другому, чем у меня, не крутится, лучше добавлять, конечно, не прекращая помешивать. Итак, нам нужно добавить 70 грамм сахара. 15, 30, 45, вот еще экзамен на арифметику заодно сдам, 60. И вот теперь надо вот так вот, чтобы было не 15, а 10. Вот так подстряхивая. Ну, по-моему, считаю, что вот это 10. Ну и продолжаем взбивать дальше. В принципе, конечно, вы сейчас, наверное, задаетесь вопросом, а что это она так странно взбивает сливки в стакане и одним венчиком, когда куда как быстрее двумя венчиками и, например, в какой-нибудь миске. Все очень просто, друзья. Вы видели, что сливок у меня немного, грамм 100. В широкой миске, во-первых, они очень быстро раз... Сливки разлетаются по краям миски и по моей одежде, и по моей кухне. В общем, где угодно они разметаются, только... Они занимаются чем угодно, кроме того, чем должны, не взбиваются. Ну, взбить их, конечно, можно, поэтому я предпочитаю чуть более длительный процесс взбивания одним венчиком в стакане. Зато куда более спокойный и аккуратный. Значит, до какой консистенции взбивать? Взбиваем до консистенции так называемой густой финской сметаны. Сейчас я возьму ложечку, а вот из-под творога возьму ложечку, потому что все равно мы сейчас будем это смешивать. И вам покажу. Вот она консистенция. Вот она капает, но не течет. Сливочки мы взбили, и я сейчас на секундочку отставлю это в сторону, чтобы все-таки закончить с нашим коржом, потому что нам, кроме того, что... Ну, это уже не секрет. Уже понятно, что нам шоколад надо вылить в попкорн. Это можно делать прямо в форме. Это у нас сформирует корж. Но чтобы, собственно, сам по себе корж получился, все это дело, после того, как я сейчас это перемешаю... Так, вот надо... Я сейчас заболталась, чуть не забыла оставить для украшения немножко шоколада. Я даже вот так пол-ложки отложу обратно, а то разошлась тут болтливая женщина. И это мы отставим. Значит, нам нужно поставить его в холодильник, чтобы, собственно, это все дело замерзло. Мерзнет, к счастью, наш корж достаточно быстро, 10-15 минут. И как раз, пока он будет в холодильнике замерзать, мы закончим с вами со сливками и творогом. Ну, не мудрство, так сказать, лукаво. Не мудренный, точнее, процесс. Смотрите, попкорн красится шоколадом, пропитываем, перемешивая хорошо со всех сторон наши раскрытые зернышки попкорна. Вы, кстати, знаете, почему зернышки попкорна раскрываются? Нет. А знаете ли вы что? Так вот, зернышки попкорна раскрываются, потому что у них внутри, оно же вот, зерно на самом деле, да, кукурузы. Вот внутри у него есть маленькая капелька крахмала, содержащая воду. И когда, значит, мы его в микроволновке или вот в таких специальных кастрюлях для попкорна нагреваем, эта вода внутри нагревается, получается, соответственно, при нагревании пар, и она вот так вот раскрываясь, взрывает. Ну, то есть, собственно, экзотермическая реакция, взрыв, эксплойзив. Поэтому, наверное, дети так любят попкорн, потому что дети любят всем взрывать. Значит, смотрите, понятно, что так как мы формируем корж из воздушной кукурузы, промежутки между нею будут иметь место, но все-таки нам бы не хотелось, чтобы корж занимал половину нашей формы. Поэтому вот так достаточно надавливая, применяя, так сказать, силу, формируем коржик. Все, уже начинает шоколад схватываться даже у меня под руками. Это можно ставить в холодильник. Теперь не прекращаем кипятить нашу чудесную баню. Можем снова поддать жару. И на баню мы отправляем наш набухший к этому времени желатин. Помните, что желатин мы не варим, а просто нагреваем, доводя, так сказать, растапливая, доводя до жидкого состояния. Это займет буквально 3-4 минуты. И у нас уже готова творожная смесь и сливочки, которые мы, собственно, и отправим к творогу. Наши сливки с сахаром. Здесь вот еще такой момент. Его в рецепте нету, ну, потому что долго писать. Когда вы смешаете сливки с творожной смесью, нужно попробовать то, что у вас получилось, потому что мы добавляли лимон, помните? Сок лимона, точнее. Лимоны – понятие растяжимое. Они бывают очень разные. Они бывают разного сорта. И в разных регионах, и в разное время совершенно разного вкуса. Ну, кроме того, что еще и разного размера. Творог тоже бывает очень разный. Нужно попробовать, какая на вкус получается у вас смесь. Ну, и теперь, так, это вот с краешку пробуем. Надо добавить сахара. Это не должна быть абсолютно не сладкая творожная штука, потому что иначе у вас тогда не сложится. Не получится, так сказать, гармонии. Не будет у вас кизам ткунь стверк. Единение всех искусств, как говорил товарищ Вагнер. Пробуем еще раз. Ну, совсем другое дело. Ну, и теперь нам осталось сторожить наш желатинчик. И сейчас я вот перестану, отстану от творожной массы и пойду сторожить и мешать уже желатиновую массу. Все, снимаем. Сейчас уже чуть не упустила момент. Фу-фу-фу. Фу-фу. Пронесло. Вот на самую такую маленькую скорость и вливая тонкой струйкой это дело перемешиваем. И вот как только мы закончили вливать желатин, размешали и вот теперь последние 2-3 минутки ставим на максимум и, что называется, хорошо взбиваем. Тут главное дело не перевзбить. Желатин все равно свое дело сделает. А вот расслоившееся вида иметь не будет. Все, выключаем. Прошло 10 минут и мне нужно мотануться в холодильник и достать форму, в которой у меня застыл корж. Наш корж застыл. Мы совершенно безбоязненно нашу массу творожно-йогуртно-сливочечную можем выливать. Вот смотрите, поливаем щедрой рукой, душой и прочим. Она застынет. У нас будет красивый слой. А, я вот что знаю. Вы хотите спросить, а не стоило ли смазать чем-либо стенки, чтобы оно не прилипло. В данном случае нет, потому что это у нас желируемая масса. Она прилипнет, конечно, к стенкам. Но когда мы с вами этот тортик достанем, мы возьмем длинный узкий ножик, пройдемся вот так по краям и оно легко отстанет. Это мы ставим в холодильник. И в холодильнике пробудет наш замечательный, я даже не знаю, это торт или все-таки пирог. Наполагаю, что торт. Так вот, в холодильнике наш десерт пробудет порядка 6-8 часов в зависимости от того, как быстро это дело схватится и застынет. Волшебной силой кинооператорского искусства в вашем мире пролетело несколько секунд, а в нашем мире прошло 6,5 часов. Помните, я говорила, что мы ничем не смазываем, потому что мы будем потом это дело ножом отковыривать. вот смело запихиваем с краю нож и этим ножом по краю смело идем. Смотрите, вот этим, прошу прощения, круговым обрезанием мы себя обезопасили от того, что при раскрывании формы тортик по центру сделает трещину. Теперь мы спокойно совершенно снимаем форму. Та-дам! Видите? красивые высокие бока. Вкусненько! Теперь, собственно, тортик украшаем нашим шоколадом. Вот он совсем жидкий. Делаем красивые неровные такие вот взбрызги. Взбрызги и плюхи, я бы сказала. Где-то плюхнули, где-то взбрызнули. И, собственно, финал. Для того, чтобы как-то подчеркнуть исходный материал, исходного героя нашего торта, мы украшаем его попкорном, который отложили в самом начале, как раз большими такими кусочками, если они у нас есть, вот так вот их раскладываем. Плюхнули. Такая красота у нас получилась, но еще красивее будет, если мы посмотрим, что там собственно у него внутри. Поэтому я сейчас хочу отрезать один кусочек. Между прочим, овощ есть заодно. А то тортик красивый, круглый и, извиняюсь, девственно не попробованный. Надо это срочно исправить. Ну, как-то даже, я прям даже не знаю как-то. Вот, лучше вот этот. Нам нужно будет прорезать центр. Оп. большим людям большие куски. Ну, и пробуем это дело подхватить. Опа! Ну, вот, теперь могу похвастаться вам красивым срезом моего тортика. Вот, у меня отсюда слезло украшение. Как-то вот, я его положу обратно. Как бы, вот так тут оно как бы, как бы, так оно здесь и было. Так и задумано. Вот такой вкусный у нас получился тортик. Собственно, можно приступать к его дегустации. Какая нежная вкуснятина. Я предлагаю пройти к доске и посмотреть, из чего мы эту нежную вкуснятину сегодня готовили. Итак, для торта «Синема» нам сегодня потребовался попкорн сладкий 50 грамм. Вот здесь, вот видите, зернышки, это он. Шоколад 200 грамм, 250 грамм творога, в моем случае нежирного, йогурт 100 грамм, одна штучка лимона для сока, желатин 10 грамм, сливки 35% 100 грамм и сахар 70 грамм. Друзья мои, желаю вам приятного кинопросмотра, еще более вкусного киноавтопати. С вами была ваша немаленькая Вера Зощенко. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok